Фламинго Фламинго Населяет побережье морей или солоноводных озер в местах с обширными, в основном грязевыми отмелями, на которых и кормятся и гнездятся в колониях из десятки или сотен птиц. Гнезда в виде невысоких башенок строятся на мелководье из глины. При подъеме воды достраиваются стенки, поднимая края гнезда. Фламинго обитают в основном в Африке и Кении, но есть они также и на юге Европы. В Азии и на острове Мадагаскар и в Южной Америке селятся фламинго огромными колониями по берегам больших озер. Карибские розовые фламинго сооружают весьма своеобразные гнезда. Это сложные из глины конусы со срезанной верхушкой. У этой птицы стройное туловище, очень длинная и изогнутая шея, крупная голова, а клюв от середины загибается под углом в 90 градусов. У нее длинные, стройные, тонкие ноги с короткими пальцами, которые соединены между собой перепонками. Длина тела с ногами и шеей 125-145 см, размах крыльев 140-170 см, а масса от 2 до 4 кг. Оперение фламинго очень красивое, с нежным розовым отливом, но эта птица имеет розовый цвет перьев, нет природы. Этот цвет она получает от еды, маленьких зеленых водорослей. В момент переваривания эти водоросли становятся розовыми. Кроме водорослей, фламинго питается маленькими водными животными, червяками, мелкими рыбками, ракушками, не брезгуют корнями водных растений. Продолжительность жизни этих птиц в естественных условиях неизвестна, но в неволе они доживают до 30 лет. Их гнезда представляют собой сложные из глины конусы со срезанной верхушкой. Высотой они от 7 до 45 см. В каждом конусе сделано углубление, куда самка откладывает одно единственное яйцо. Насиживает его оба родителя в течение 28-32 дней, а затем кормит птенца, отрыгивая особая ярко-красную жидкость. По питательности она не уступает молоку, и благодаря ей птенец растет очень быстро. Родители всегда отличают своего птенца по его особому писку, и даже из тысячи точно таких же. Они не станут кормить чужого, как бы тот не походил на их собственного. Фламинго очень часто принимают балетные позы. Они могут удивительным образом изгибать свою шею или даже завязывать ее узлом. Но во время отдыха фламинго прячет свою голову на спине или под перьями на плече, одновременно прижав одну ногу к телу. В этой позе птица и спит. При возникновении опасности фламинго мгновенно взлетает, и хищник попросту не успевает ее схватить. Итак, розовый фламинго. Отличается удивительно изящной окраской. Населяет побережье морей или солоноводных озер. Обитает в основном в Африке, в Кении. В неволе, доживая до 30 лет, может удивительным образом изгибать свою шею или даже завязывать ее узлом. Субтитры создавал DimaTorzok